начинается новый день и сегодня мы стали не так рано практически со всеми пилигримами завтракали и вышли далеко не первые сегодня ожидается пасмурный дождливый день доедаем наши мандарины тяжелые тяжелые огромные мандарины той тяжелости вот идем дальше такой восьмой день если посмотреть на то что написано на стенах этого туннеля то сразу становится понятно люди везде одинаковые есть куча оскорблений куча диалекта все то что у нас обычно принято запикивать сто девятнадцать километров осталось до сантьяго-де-кампостелло это был первый день когда нам на пути начали встречаться эвкалиптовые деревья но по иронии судьбы в этот же день нас начал нагонять холодный циклон и погода менялась с теплой на холодную конечно в холод эвкалиптовый аромат этих деревьев почти не испарялся вообще в этот день шлось очень легко почти 30 километров мы прошли до обеда но это наверное потому что у нас была цель мы знали сколько мест в муниципальном альберге где мы собирались остановиться мы знали сколько что у людей перед нами и сколько позади нас да у нас была цель получить места получше подешевле конечно первыми около часа мы шли на участке и пути постоянно доносили странные звуки взрывов и дробление чего-то твердого когда мы увидели эти самосвалы все стало на свои места рядом где-то был камни перерабатывающий кабинет честно говоря была большая надежда что мы тут увидим родные белазы но увы китайцы здесь нас обошли нет ну это несмотря на улицу она она отметка 100 1661 хотя там, наверное, дальше будет еще сотка это значит, что до города Сантьяго-де-Кампостело нам осталось 100 километров пути это мы сколько? две трети, получается, сделали? да мы молодцы, мы практически да, вот мы пришли в город дошли практически до города Луго он основан очень давно еще до Рождества Христова и здесь говорят, что это единственный в мире город который полностью окружен Римской стеной со всех сторон дошли до Римских стен города Луго сейчас будем где-нибудь искать альберги там мы умудрились пройти 22 километра менее чем за 5 часов это был наш рекорд возможно, потому что в этот раз мы не шли особо по горам а у нас была прямая хорошая тропинка мы пришли в Луго так рано что муниципальный альберг еще даже не начал принимать гостей поэтому нам пришлось с полчаса где-то ждать открытия еще спустя час когда мы уже заселились распаковались душ приняли мы отправились гулять по исторической части города Луго это старейший город не только Испании но и Европы он был основан кельтами еще в 3 веке до нашей эры в 25 году тоже до нашей эры здесь был основан Римский форт вот где собственно мы и находимся Древнеримские городские стены построены между 263 и 276 годами уже нашей эры для защиты от местных кельтов и германских набегов всего длина вот этой стены где-то 2 километра даже чуть больше часть из нее мы даже прошли крепостные стены включены во всемирное наследие ЮНЕСКО как исключительный образец древнеримского оборонительного ансамбля в Западной Европе Центральный парк Луго и сейчас мы идем в кафедраль чтобы подставить нашу печать пилигрима да? угу угу площадь Санта Мария да Луго вообще-то печать нам было бы достаточно поставить и в альберге но у пилигримов считается ценным заполучить печать из ценных исторических мест вот этот касседраль одно из таких мест и кстати он тоже в списке ЮНЕСКО точной даты когда его построили нет но ему уже более 900 лет от роду внутри он конечно огромен и мы далеко не сразу поняли и нашли где тут стоять печать обошли его по периметру раза три и уже собрались уходить без печати как вдруг увидели других пилигримов которые счастливыми выходили с креденциалями из потайной двери вообще пилигрима распознать в городе очень легко ну потому что на фоне других жителей сразу видно вот этот чувак точно пилигрим ну выглядят они так в общем мы заклинули в ту дверь откуда они вышли там оказалась еще одна церковь она была более светлая со столом в центре зала и там была женщина я не скажу что это была какая-то монахиня но она точно там работала поэтому мы к ней обратились и она утвердительно сообщила что да именно здесь можно получить печать пилигрима только вот перед получением она предварительно решила с нами пообщаться выяснить всю правду о том есть ли Бог в нашем сердце во что мы верим ну и так далее тут мы конечно немного носы покривили и она деликатно все поняла дала нам напутствие дала фотографию местной Дивы Марии ну конечно поставила печать на этом мы распрощались собственно здесь можно сказать что наше путешествие до Луга и завершилось погуляли по Луга посмотрели этот городок поужинали в местной избегаловке и после этого отправились на Боковую потому что завтра нас ждет новый день еще 100 километров пути うん еще 1 3 4 8 10 11 12 12 12